Всем привет! Сегодня у меня радостная новость для людей из инстаграма. Я завезла Draw This In Your Style челлендж к вам. И, конечно же, в нем можно поучаствовать не только в инстаграме, но большинство людей, которые меня просили о нем, сидят именно там. Но, в целом, это, конечно, и не удивительно. По-моему, он вообще родом как раз оттуда. Я практически не видела этот челлендж в ВК или других соцсетях. Сегодня у меня не будет конкретной темы, так что я просто поговорю с вами про арт, про рисование этого арта, про челлендж, про подписчиков, про этого персонажа. Ну, в общем-то, много о чем. Всего по чуть-чуть будет. Так что это отличная новость для тех, кто меня обычно слушает и не смотрит сегодня. Как раз у меня будет диалог с вами, наверное. Если у меня получится. Ладно. Начну с самого челленджа. Я долго решала, кого же нарисовать на этот арт. Оса или придумать специального персонажа исключительно для челленджа, который не будет больше нигде фигурировать. И я спросила, конечно же, у подписчиков, и мнение разделилось. И, конечно, я могла бы просто сделать изначально голосование, но мне было очень лень. Поэтому мне пришлось немножечко посидеть, посчитать комменты. И оказалось, что просивших кого-то из моих детей оказалось больше. Люди говорили, что у меня хорошие персонажи, и они выглядеть будут хорошо на арте. Так что спасибо вам за это. И сразу, опережая вопрос людей, которые не видели эти посты, скажу, что я писала там, что я не буду брать бриз для этого челленджа по личным причинам. Поэтому, когда стал вопрос о том, кого же из моих персонажей выбрать, я немножко замялась. Потому что изначально я хотела взять на арт пресциллу. Просто потому, что она очень милая, простая. Ну, вообще-то, все, что нужно о ней знать. У нее легкая палитра. Буквально один цвет, можно сказать. Ну, два, ладно. Но внезапно для меня люди в комментариях, которые просили о персонаже, сразу писали, кого хотят видеть. И там была Ви. И меня это реально удивило. Просто, ну, я не думала, что она прям кому-то настолько сильно нравится. В моем-то случае это все понятно. Это мои дети. Конечно же, я их обожаю. К Виоле у меня вообще отдельная любовь. Не такая, как к другим персонажам. В любом случае, все, кто просил Виолу, ура, вот она вам, держите. Ну, я понимаю, почему она многим нравится отчасти. Просто я сужу под количеством фан-артов для меня, что ли. И, естественно, больше всех мне рисует Бриз. Остальных персонажей почти не рисуют. Виола на втором месте, наверное, где-то. Дальше уже идут остальные. У некоторых вообще почти нет фан-артов, ребята. Если вы хотите меня порадовать. У меня здесь не только Бриз. Я люблю Бриз, да, очень сильно. Ну, и остальных я очень люблю абсолютно точно так же. Так что, да, я ни на что не отвлекаю. Итак, насчет самого персонажа и, как бы, ее особенностей. Тут все просто. Она, в целом, довольно простой персонаж. Не считая того, что у нее выбрит висок. Да, это можно рисовать и понять. Ничем рисую я. Но я рисую, как я рисую. Что уж тут поделать. И из-за того, что я рисую вот так криво, косо, непонятно. Люди не совсем понимают, что у нее с прической. Да. Ну, еще плюс у меня просто такая стилистика. Я люблю рисовать большие пышные волосы. И от этого становится ее прическа еще более непонятной. И как раз из-за этого я не очень хотела ее брать сюда. Люди просто не поняли. Но я все равно записываю видео, где все объясняю. Так что, без каких-либо проблем. Осталось только посмотреть, получится ли у кого-то нарисовать так, как задумала я. И так. Ладно. Это как бы единственная сложность, по моему мнению, в ней. Ну, еще то, что у нее большая грудь. И это сюжетно важно. Не важно здесь. Ну, я к тому, что наверняка кто-то попробует ей нарисовать маленькую грудь. Или еще, упаси Господь, вообще ее не нарисует. А это важно. Ребят, не надо. Нет, если вы видите в персонаже грудь, не надо ее уменьшать. Автор будет недоволен. Очень сильно, скорее всего. Так что... К тому же я еще и не хентай художник. Некоторые рисуют больше. Так что отстаньте. Итак, вот, звучит очень странно. В любом случае, я пыталась сделать позу попроще, фон попроще, чтобы поучаствовать могло как можно больше людей. Даже те, кто еще только учится рисовать. И как раз берет эти челленджи. Но, мне кажется, я все равно многое где накосячила и усложнила. Например, я прорисовала волосы, как раз потому что она лежит. И я прорисовываю волосы, если они как-то находятся не в стандартном положении. Не знаю, персонаж не просто стоит, вот именно как раз лежит, сидит. И арт из-за этого стал сложнее. По моему мнению. Потому что мне пришлось прорисовывать все это. Я немножечко даже заколебалась. Но не важно. Мне стоило все-таки рисовать что-то проще. Но не хотелось рисовать просто портрет на белом фоне. Как раз потому что это неинтересно. И в любом случае, это был мой первый раз. Я никогда не рисовала ничего такого для челленджей. Никогда их не запускала. Точнее, было один раз. Но, естественно, у меня тогда не было подписчиков. Никто в нем не поучаствовал. Теперь у меня есть подписчики. И страх того, что никто не поучаствует. А люди есть еще больше. Так что, да. В любом случае, поскольку первый раз это простой арт. Если когда-нибудь я решу сделать его еще раз. Я сделаю другой арт посложнее. Возможно, каким-нибудь полноростом. Возможно, даже не с моим персонажем. Либо уже с каким-то другим. Но для первого раза, думаю, арт сойдет. Итак, тут еще референт сбоку. Я знаю, что вы, наверное, хотите что-то услышать. Я просто увидела в сохраненках, когда искала, что же нарисовать. Пыталась придумать идею. И увидела эту фотографию у себя. Решила попробовать повторить свет. Но, естественно, я лоханулась. Я еще учусь. Так что, думаю, это все равно неплохой опыт. К тому же, если вам не нравится свет, который получился у меня. Вы можете нарисовать другой. Тут никак бы не суть важна в свете. Но вообще, как я сказала, я рассчитывала сделать несложно. Но, как оно бывает в попытках повторить этот свет. Я случайно наложила кучу всего. И потратила больше времени, чем планировала. А по итогу свет получился не такой. Да, он немножко похож. Но он все еще не такой. Плюс я хотела нарисовать там отражение от окна. Но у меня тоже не получилось. Я решила вообще забить. Типа, зачем? Ну ладно, и так нормально. Как бы получилось, что получилось. Наверное, стоит еще что-то сказать перед концовкой. Просто я не уверена, сколько у меня идет запись. Она идет уже очень долго. Я думаю, вы все поняли. Очень надеюсь, что кто-нибудь поучаствует в этом челлендже. Потому что мне будет очень-очень неловко, если он будет пустой. Что касается будущих видосов. Просто внезапно вспомнила. Следующий видос, скорее всего, будет на весьма бомбящую тему. Просто потому что я решила поделиться своим мнением по поводу одной ситуации. Но, к сожалению, оно у меня весьма негативное. А я буду очень злой там сидеть и все это рассказывать. Так что ждите. Если я соберусь духом, все-таки его запишу, то, да, следующий видос будет негативный, злой и агрессивный. Блин, как хотите, так и считайте. А пока вот вам этот добрый видос с милашкой Ёлой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на мой ВК Паблик. И на мою инсту, где будет в основном проходить весь этот челленд. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok